мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске наш движ по штату нью-йорк продолжается 1 час 23 минуты и 126 километров до следующей дестинации и едем мы к озеру которая называется джордж просто озеро джордж джордж лейк как красиво природа огонь конечно вот с этими озерами реками зелени просто столько зелени мы реально за эти 10 не столько зелени увидели сколько за все три с половиной года в калифорнии не видели но именно не в калифорнии а в бэй-эре то что мы достаточно и в таху и семите и станислаус ну то есть у нас дофига национальных парков дофига зелени где мы бываем но конкретно в бэй-эре у нас только зелени нет так что подъезжаем пять минут осталось джордж я думал вот тут пятнышко нифига себе она вон туда и вдаль насколько я могу видеть вот смотрите сейчас покажу какое-то озерцо он на карте видно вот где мы едем и вот какое озеро огромное ох ничего все это что такое лейк джордж прибыли смотрите какой у нас тут урал днепр бмв что это не знаю прикольно так сейчас парковку найдем машину поставим и прогуляемся так мы сейчас вот выйдем к озеру посмотрим буквально пройдемся разомнемся минут 10 прежде чем дернем последний аккорд предпоследний вот так скажем на сегодня кафе 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 здесь кроме кафе походу ничего нет не к потому что все улицы думал что магазины будут или там парикмахерские но все кафе кафе хотя бы он пар магазин набережная огромная статуя медведя кораблики ходят сейчас идем по этой улице обратно по набережной слушайте прикольно ой какой мустанг красавчик смотрите мужик сидит по телефону звонит а тут медведь пивка пьет с ним рядом ой какой мустанг мороз просто посмотри прелесть на пенсию буду тоже куплю себе такой отреставрирую буду сидеть на газ нажимать его трясти будет конопатить в разные стороны о боже мой знаете город ничего напомнил он мне напомнил титизы под фрайбургом прям на озере смотрите как у мару и смотри какой огромный медведь с зубами вау какой черный гигантский вон туда вон там озеро ребята это реально это еще один немецкий город это шварцфальдовский титизы игровые автоматы толпы народу вау на ту сторону супер какой форт вон старых смотрите башен лейк джордж подожди 1646 там что-то про отца исака какого-то форт старых смотрите какой ухты башенки такие кондиционер бегать или ну да зря они конечно сделали испортили весь вид а так я говорю это город короче куда весь народ съезжается и они едят поэт мотоцикл видел передо мной ехал они просто все я не знаю весь народ сюда приезжает чтобы поесть видимо в округе нет ресторанов только здесь шутка конечно но суббота на все понял суббота вечер что 23 планируем кушать в столице штата нью-йорк албани все-таки я посмотрел нашел время за 10 дней посмотреть как этот город албани албани называется называется он албани вот озеро у этого на вообще два пиратских флага тут собачка пятнистая похоже на едино видную собачку здесь индейцы я вот думаю вот сейчас наши горят представляешь вот индейцы вот у него перья на голове сего такой пернатый к нам домой зайдет чувак попал у нас котятки сразу ура перышки все эти соки будет смотрите пароход вон прям колесо вертится пар дымит какая прелесть прям настоящий тех времен и он прям плавает ходит смысле здесь по озеру экскурсии вон люди выходят на него заходят обалдеть а озеро немаленько действительно город прикольный мне понравился сердечко заслужил до напомнил нам саруси греческий город где мы как-то были тоже вокруг озера прогуливались потом кушали тоже какие-то кораблики а еще мне напомнило озеро кого гучика в японии около вулкана тоже мы там прогуливались смотрите какой кайф форт уильям хенри был основан 1755 году вот выложены смотрите прям туда можно зайти экскурсию прогуляться мы этого делать не будем потому что время как я уже сказал время к 6 до не время только 10 минут шестого вон еще какой-то форт ну уже по модерней время начала шестого нам ехать около часа плюс по албани погулять плюс покушать там столик заказать и плюс нам еще от албани буквально полчасика ехать до места где мы будем ночевать и ложиться спать ибо завтра в 4 даже утра подъем нам отсюда до аэропорта три часа ехать и что мы завтра делаем просыпаемся сразу едем в аэропорт отдаем машинку летим домой так что на этот форт время времени у нас нет но когда-нибудь найдем дай бог вот даст мы приедем вот он только что завел баха какой там я как на газулю нажмет уточки плавают сколько тут лодок и опять же кафе 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 а до суббота вечер точно но все равно если бы люди если было бы скажем там среда обед это бы не изменило того что здесь есть кафе кафе еще раз кафе просто людей бы в них не было видимо это прям такой я тебя дам город прям именно вот ну да озеро сюда все приезжают или свои лодки тащит или арендуют вау ну короче город завоевал мое сердце получил сердечко в 3 подвайзер от меня и петюлю как я обычно говорю ничего все корабль забудел только что как паровоз так и пошли смотрите котлы работать вау прям коптит пыхтит сдает назад чтобы здесь круиз устроить по озеру людей набрал нормально теперь поехал у я тоже на таком покатался на сан-франциско стоит такой у него барабан не сзади а по бокам и он тоже делают вылазки людей набирает в определенную сумму и там же ресторан и отель дороговастенько но может сплавы так ну что все покидаем вечеринку кидаем этот город час и 80 километров до албани до столицы нью-йорка лейк люцерн смотрите нормально ну да прям люцерн как наш люцерн швейцарский родненький что маша грозит жене его недалеко много швейцарского всего 54 минуты 94 километра погнали знакомиться со столицей штата папа нифига мальта при наш себе не то что там города целыми островами раскидываться начинают островное государство мальта так ну что подъезжаем к столице штата нью-йорк человек городе знаю албани единственно около 100 тысяч населения там 90 с копейками 99 а если взять агломерацию города по моему 600 тысяч если я не ошибаюсь то есть городочек но сейчас припаркую машину и познакомимся о слушайте круто там примут я по карте вижу еще и река в городе waterfront green island но я вижу на карте остров зеленый остров и водяная набережная много башен какие-то промышленные башни судя по всему город просто вокруг вдоль реки вытянуть поехали слушайте попутал то город трой какой-то был вот он сам албани умон там вот как я говорил видите все вдоль воды слушает по ходу гудзон река именно та которая гудзонский залив и все дела вот гудзон где между нью-йорком и нью-джерси и статуи свободы все это все это тени штики все там на good зоне прям плотно застроены здание не сильно высокий на прям в реально плотная застройка я вот я про это и говорю замок какой-то действительно ох ничего себе не вот прям я даже из машины успел вылезти все город огонь во первых он мужик стоит на гитаре играет но это не это я увидел главную улицу вон туда сейчас вниз и направо немножко посмотри марусь вау чем-то salt lake city напоминает блин автобус висит загораживает конечно не не саут лэк сити хотя есть немного так через 500 метров паркуемся и бак и как начнем гулять как начнем гулять вау он там крыши окислённые медные да я понял но здесь нет вот парковка видишь куда или меня тащит круто это колумб нет не колумб кто-то это что такое вообще вот такой капитолий фига себе я думал там хендрих 14 живет да 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 я сюда еду здесь только на час и нам больше не надо правильно слушайте я более чем в восторге вот с особенность капитолия говорю это реально замок во франции где-то но не где-то в долине луары известно где ну пошлите знакомиться с городом двадцать три градуса тепло и безветвенно машина сзади маша я даже не знаю действительно что красивее сити холл или капитолий это маша венский дворец это вот кстати радхаус вене ничего все там еще замок какой-то снизу маша гритан там даунтаун мы туда обязательно пойдем сейчас еще здесь пару красивых зданий обойдем вон там вот с колоннами какой-то это кто марусь это шеридан шеридан я не знаю такого генерал какой-то верайзен вон видишь что у них ловит не еще у меня здесь тоже связь есть до столицы чтобы сейчас связи не было а так вообще и тинтит и тимовал здесь вообще в штате нью-йорк можно забыть и выкинуть я так и думал что у них здесь верайзен ой солнышко ой как тепло ой как тепло так здание суда а за ним небоскреб какой-то сейчас мы тут погуляем когда находишься вот с торца здания нифига себе я как на эфелеву башню смотрю вот просто вот так вот голову задрал идешь смотришь думаешь счет нифига себе не понастроили слышите я просто вау я просто рот открыл и и он у меня не закрывается не действительно вон фонтан женевский идем пойдем там вон еще какой шпиль я вижу а это что за мгу марусь кстати подобное у нас на юнион сквер стоит здание вау вау ничего себе вот это меня я реально думал ну что албани албани ну 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 ничего что там может быть чего мы в чем там не видел слушайте это просто меня порвало на части короче это театр а вон написано the egg то есть они его называют яйцо но не знаю ясно я бы лучше назвал какой-нибудь инопланетянская тарелка какая-нибудь я не знаю явно не яйцо яйца где нет день курей видели что такие яйца не сли а знаешь почему марусь она срезана видишь крыша другая то есть там уже это внутрь они скорлупу почистили срезали ну да я вам и саша это это дворец диснея и джинси билдинг он там чё чё за и джинси empire стоит лаза я даже вообще не подозревал что здесь такая красота есть 1973 год эта площадь была посвящена людям нью-йорка 21 ноября 1973 года нельсон рокфеллер говернер нифига себе какая радуга я чё она про почат появится вау красотища скейтеры смотри какие-то гоняет мы туда на обзорку идем а чё там 1923 1981 1982 1980 а 80 81 82 и 83 что это к чему это а это и джинси билдинг ван билдинг билдинг 2 билдинг 3 билдинг 4 не знаю что за билдинги не ну яйцо размером внушает хотел сказать как этот сингапурский дуриан понял что дуриан в два раза меньше чем это яйцо это реально просто инопланетяне прилетели они замаскировали корабль типа ну людям впарим что это типа яйцо они поверят на самом деле а кто их знает они агенты вон в тех зданиях 1 2 3 4 сидят вон еще какая церковь ой лабиринты какие-то а это что такое маша нифига себе уход какая башня была когда-то наверно и дороги смотрите пустые мы тут сюда тоже въезжали пусто как-то суббота время к 7 подходит вечера тебе йоханас кирхи не напоминает во фрайбурге вау слушай это прям точная копия йоханас кирхи а вот это самое высокое здание походу в городе корнинг-тауэр но выше я здесь не наблюдают действительно офигеть какое высокое так музей архив музей сейчас поднимемся посмотрим что там лесенке хотя бы открыто можно как как этот как роки туда наверх забежать хотя бы филадельфии бегу берем друзей идем в музей и сразу написано это не вход в музей чтобы люди не тратили силы такие поднимаются черт дверь закрыта такой стучишь мне в музей не говорят в два часа ночи идиот когда спрашиваю где бабуля нет на самом деле дверь вход в музей снизу дурью воняет там он чуваки на скейтах катаются и снимается это дело косяк курят и катаются катаются и косяк курят а еще и церковь похоже на церковь сердце христа которая во фрайбурге около вокзала вот кстати больше чем на юханас кирхи сбоку юханас кирхи а вот если спереди посмотреть я уверен то вау нифига там развязка а вон еще замок какой боже мой как тут красиво офигеть так начал пойдемте в даунтаун пойдемте в центр вот огромный самолет висит а вон лодка висит офигеть музей вау а вон карета стоит или машина вон это старая машина которая первые только появились а вон уже семидесятых шестидесятых годов слушайте вообще просто зачет вау я уже говорил да что там где-то был хайлайт поездки вот это хайлайт поездки это и во первых и под конец и порвало и порвало да еще как порвало вот это да я представляю как это все светится что мне напоминает одну из один из соборов на площади европы в брюсселе там тоже тот же самый как его зовут гент в бельгии боже как красиво кстати юханас кирхи во фрайбурге понимаете и вообще в шоке как дома как в бывшем доме между прочим кафедраль 1852 года так вот наша машина стоит услышали это и на номере марку короче вон наша машина она может стоять на час мы можем здесь припарковать морозе вы заплатите погулять еще но хорошо пойдем вниз еще минут 10 туда тогда не зададемся до воды идти минут 20 тоже особо времени нет сошли на этот город реально надо полдня как минимум за закладывать а то и день но я теперь точно знаю если мы будем в этих краях мы здесь не последний раз вау я просто я в восторге ух ты это самая оранжевая улица как морозе горит город один одна большая сплошная развязка офигеть не мы от тех зданий от верхних через развязку шли там вообще от а здесь двух трех четырех полосные дороги вот так все изрезано то есть у них нет даже как понял пешеход или мы на карте нет мы не видим пешеходные зоны где на машине заезжать нельзя где вот все люди тусят это и есть с другой стороны марусь вашингтоне ты тоже найди пешеходную улицу да потому что правительство закрывает чтобы но ты же на машине заезжаешь ставишь и пешком гуляешь а в городе в самом не капитал хилл в центре нью-йорка найди где обеда дороги но это тоже не или это интерстейт хайвэй хренас себе то есть это прям хайвэй в центре города нифига себе а ну окей маш хайвэй я к тому что не фривы ибо светофоры есть хиллтон не знаю мне просто вообще зашло машине очень как бы это самое самое гучее событие это как бы получается с айби эм нифига себе морган стэнли но это самый как бы центр вот этой вот движухи здесь и действительно да ну и все пешеходного здесь ничего нет нифига себя все полностью вон вон что-то а это торговый центр вот кусочек вот этот пешеходный мы ты туда хотел изначально нет ты говорила большой торговый центр на год не ну здесь пешеходного ничего нет поехали пойдем дурь дурь на каждом углу тоже кстати интересно я насколько знаю в нью-йорке курить нельзя или это в нью-йорк-сити нельзя в штате можно понятия не имею но там он огромный торговый центр экран так ну ладно буквально минут десять мы у машины и едем кушать да в отель заселяться ибо спать надо у нас не поверите завтра мы в 430 стоим в 445 выезжаем три часа до аэропорта ничего себе ребятки город во первых он основан в 1614 году а первое упоминание об олбани 1540 вообще но городом считается с 1800 с 1686 97 98 тысяч человек как я уже говорил агломерация 870 тысяч что он еще тесно связан с чего соседними городами трой вот который мы приезжали изначально я думал что это он есть вау очень красиво нет здания здания вот вот по ней да а вон там тоже слушать здесь действительно можно полазить история что у нас история сейчас немножко почитаю потом расскажу про историю города хотя бы вау ну короче википедия в помощь и мерсишечка и можно прочитать но просто вот одно хотелось бы олбани является одним из старейших сохранившихся европейских поселений на территории 13 колонии 13 колонии я уже рассказывал в одном из прошлых выпусков и старейшим непрерывно населенным городом в соединенных штатах то есть вот как люди заселились 1540 году и с тех пор они здесь жили это старейший город в сша и насе до прибытия европейцев этот район был заселён также индейскими племенами а первым европейским поселением на месте олбани была маленькая деревянная крепость построенная французами французскими торговцами в 1540 году на острове на реке гудзон вон где мы проезжали ну это что здесь это это деревянная крепость эта крепость была разрушена наводнением вскоре после окончания и строительства и потом они решили вот здесь вот основывать уже не на острове а я даже не знал ну как куда города были они строились рано потом их уничтожали они в другом месте что-то построили это старейший город с непрерывным потоком жителей вот обу вот вообще я влюбился фух это водка вот я вспомнил что хайлайт поездки я говорил бостон бостон и албани теперь я не знаю почему ну просто так круто нет пожить нет честно нет все-таки для пожить я бы оставил сан-диего бостон и сан-франциско албани еще не дорос до того чтобы я хотел здесь пожить но очень красиво очень хочу посетить его еще раз и провести побольше времени здесь так ну что у нас бак пустой уже последних 60 километров едем машина жесть какая экономная через девять минут заправка потом еда и я с вами не прощаюсь ну ребятки то улица по которым мы так и не не прогулялись вот сюда мы не ходили так что мы проедем и вот здесь мы поднимались а дальше мы не пошли посмотрим что здесь еще есть можете найду пешеходную улицу какую-нибудь вот например сюда нет нет они тут не пешеходные я тоже понял все все под машины ну да когда хайвей в центре города проходит это не и совсем год так ренсельер какой-то left на трой поехали на трой парковка о да вот справа гудзон и ребятушки а так мы сюда вот здесь и заезжали по этой хайвей вот он вот она эта речка если я не ошибаюсь статус свободы стоит на гудзонском заливе и как раз там в середине между нью-джерси и нью-йорком вот там образует такой большой гигантский залив вот все с этой речки бостон бафало так ну мы на бостон едем пока офигеть я вообще в шоке я знаю как гудзон ну гудзон знаете как на английском этот гудзон хатсон миссис хатсон не прям реально да если на английском читать то и будет хатсон не знаете что это это птичка а-ля воробей вот сейчас маруся ищет как он по-русски этот хатсон будет потому что википедия на русский не переводит но на воробья похож такой щегол мелкий чай если найдем то вернемся с названием этого хатсона короче птичка гудзон ля беллаз вон туда едем я вижу на улице люди стоят ждут резервации онлайн нет а это не люди это памятник ну этот чувак с пиццей который знаешь в любой пиццерии стоит вот так да ребятки снова итальянский коровки тут короче пахнет силосом и и навозом где-то здесь ферма коровья я надеюсь отнести ресторан открывать дверь оттуда душок такой о боже мой ну что пойдемте проверим ох тут аншлаг они столы есть и много притом фига себе вот говорит прям здесь садитесь ребятки выбирайте если вам понравится здесь то что высокий стол линзы год воду безо льда слушайте прям зачет отвечаю просто это настоящие пиццы конечно там не дрова а типа обогреватель но все равно на огне готовится круто слушайте настоящий итальянский ресторан мне прям очень понравилось здесь оформление вообще круто стелочку принесли сразу первым делом загуглил в штате нью-йорк тоже самое 0,8 промилле кстати здесь не продают пиво как весь алкоголь в воскресенье с 3 ночи и до 8 утра это единственное ограничение по алкоголю по продаже прикольно ну что воскресенье не догонялись ибо в понедельник на работу я так понял и заказал я пиццу ватра формат же я сто лет не ел пиццу вот здесь штатах ни разу где на нее клали сыр то есть один из четырех сыров был горгонзола германии это стандарт в италии это нормально один из четырех должен быть точно горгонзола здесь я его ни разу не встречал на пицце вот в этой пиццерии он есть кайф взял супер большую пиццу она прям реально гигантская самый большой размер 22 бакса но половину сейчас я мы половиной с собой завтра возьму то что нам с утра мы в четыре как я уже сказал просыпаемся едем до аэропорта нам часа три ехать машину отдаем чекинимся и в аэропорту ее съем перед тем как 6 часов до дома лететь ну ничего себе вот это да лопатка но это в нереально половину сейчас половину потом обалденно салатик супчик приятненького нам о боже обалденность горгонзолом это так вкусно кстати олимпиада пляжный волейбол теньки thank you so much водичку пришли еще со льдом тебе олимпиада идет американцы выиграли первую партию против канады девочки сейчас американцы 72 вторую партию выигрывают а тут нью-йорк янки играет против м ай и я не знаю кто такие мия майами может быть скорее всего они этот не олимпиада это бейсбол это уже игры начались круто никогда не думал что буду сидеть смотреть игру янки слушайте хорошего вам полета и вот пиццу половина съел половину упаковал и вообще такие молодцы камера горит у тебя путешественник снимаешь домой отправляешь до отправляют еще и печенечки дал и еще и 10 баксов чаевых заработал вообще замечательно сейчас я половину пиццы в багажник положу и мы пойдем пивка купим рыбу потому что в четыре утра встаем и чё мы еще делаем а марусе надо фруктов там всяких яблок как обычно наркоманка фруктовая все накупим и поедем заселяться спать блин время девять мы будем доме 9 там ехать минут десять буквально или и в 4 30 подъем 4 45 выезд в 10 вылет около трех часов ехать вот так пускай еще полчаса задержка там на заправку на туалет планируем в аэропорту за два с половиной часа за два хотя бы быть машину пока еще сдать опять же там все в аэропорту доехать до терминала вот это смех детям полгора какие они худые длинные мы такие же были худым свое время как круто когда в неизвестном городе неизвестном магазине заходишь и ты знаешь где что лишь я нашел еще это что это у нас изи-то сейф какой-то фиг знает магазин но это наш сейф по сути где-то вот те йогурты где-то здесь должно быть пиво я не ошибаюсь я не ошибаюсь я же говорю как хорошо что ты все знаешь где все что лежит так одно пиво вы же не будете продавать все только большими упаковками вы же специально где-то здесь с краешка должно лежать где можно по одной взять брр не пью 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 все что я пью они разобрали ты посмотри подвайзер вчера пробовал это тоже не пью это что улайт не ну ребят вы издеваетесь фостерс я как-то пробовал один раз австралийское пиво и нет блин ну это огромное а чё поменьше ващения знаете чё трезвым буду сегодня только шесть нет сегодня без пива что же вы делаете сам мы почему у нас не продается паулянер лагерь в сейфе почему у нас нету настоящий оригинальный мюнхенский божечки мои и самолет же с ним не пропустят да не без пива чё пофиг поехали отсюда ну чё подъезжаем осталось 4 минуты 3 километра сейчас все вещи полностью все из багажника грязные чистые ботинки и куртки все надо занести упаковать в два рюкзачка с едой еще разобраться накупили у меня был пицца маруся завтра в магазине все накупила все упаковать сходить в душ и спать время сейчас полдесятого это мы полодиннадцатого мы ляжем и в 4.30 подъем сейчас посмотрим что у нас за комната будет вот я знаю этого мужика есть собака чей airbnb даже понятия не имею где мы видите вот черная полоса это good zone там 612 ну вот он судя по карте это он больше 612 машину где ставить а вот он трехэтажный там привидения живут а где машину стоит прям сюда на на травку к нему едем через пять часов 6 а вон у него там гараж вот я тоже подумал да вот я сюда потому что на травку я не хочу мне жалко травку а так и так на травку приходится так у него большая клетка тут собачка живет вот будка да мы правильно приехали пока мужик маша показывает куб где холодильник а ведь зал я я в шоке ребятки трехэтажный дом прям вообще побогачу вот его дедушка наверное еще здесь собачка кути 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 так я снимаю он дверь поставил собачка собачка к нам не придет офигеть это синяя комната смотрите а тут тренажерный зал маши фигетом там качок такой я тоже мог заниматься машете в отговорюсь в этом кресле кто-то в этом доме какая-то бабушка слушай мне стремно как-то погибеть сколько лет дому 1800 какого-то офигеть у нас заезды так это еще все упаковать вот это все вот два рюкзака и маша еще пол холодильника оккупировала как это возможно будет делать боже мой пошлите по дому погуляем он сказал чувствуйте себя как дома но не забывайте что вы в гостях горит гуляйте смотрите кстати я думал он трехэтажный он был трехэтаж а где третий этаж а мансарда там что здесь здесь унитаз унитаз душ замечательно вот зря ворота поставила холшок собачка пришла маша иди-ка сюда ты просто посмотри на это боже мой утюг ты знаешь его на коляльях подумал вот так вот офигеть так блин жалко собачка не придет вот видите я не знаю почему но мне кажется что она здесь жила вот в этом сядь в кресло так ладно все ребятки я на этой нотке прощаюсь с вами целую вас в пузико лайк ставьте подписывайтесь комментируйте время как я уже сказал у нас что-то время 943 в 4.30 встаем выезжаем пожалуйста я только хочу эту картину подожди где она от президент биография президент биография президент ребятки сейчас подожди подожди я показываю тысяча восемьсот восемьсот первый год офигеть тысяча восемьсот восемьсот второго года вторая книжка public man today а ну да публичные люди член конгресса член конгресса альбом ах вау вот это его семейный альбом да потому что сегодня бабушка придет и скажешь кто сидел на моем кресле ах ах